Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Юлия. Я сегодня без макияжа вообще, потому что я готовилась к этому видео, чтобы сделать распаковку и пробование теней от бренда Makeup Revolution. Это их коллекция с каннабисом. Если вы знаете, что такое каннабис, то вы знаете, о чем я говорю. Ничем не пахнут, но мы с вами сегодня посмотрим, как они вообще сидят на веках. Действительно ли зеленый цвет, он настолько может хорошо смотреться не только в упаковке, но и на глазах. Здесь есть с чем поиграть, это факт. Вместе с этой палеткой теней в Makeup Revolution есть очень занятные бутыльки. Мы попробуем их setting spray или спрей, который закрепляет макияж, и также их помадку для бровей тоже из этой же серии. Попробуем с вами праймер от Nuxe, который тоже с зелеными листиками. Очень, я думаю, это будет интересно посмотреть, как это все на коже вообще. Также протестируем с вами нюксовские вещички. Я их купила просто потому, что я не пробовала ни разу такие бюджетные вещички от Nuxe. Я думаю, что к сегодняшнему нашему бюджетному выпуску косметики это будет очень актуально. И также бренд, который я никогда в своей жизни не пробовала, Tinted Moisturizer от бренда Vinky Luxe, или крем, который с пигментом, он помогает защитить вас от влияния солнца. Если вы готовы протестировать вместе со мной эту бюджетную, красивую, необычную косметику с американского рынка, тогда мы начинаем, ребят, поехали. У бренда Melt Makeup есть палетка в таких же зеленых тонах, и она стоит долларов 54. И очень многие люди, когда видят на ютюбе обзоры на палетку, они говорят, что это прям точная копия Melt Cosmetics, но она дешевле. Так как я только сделала свой утренний уход, я нанесла сыворотку, я нанесла кремчик с витамином С. Давайте все-таки мы начнем именно с праймера от Nuxe, Wear With Me. Я все-таки решила надеть свою пуховочку, потому что с ней гораздо комфортнее макияж наносить, иначе все волосы просто в самом макияже, это не круто. Итак, я нанесла праймер, праймер ощущается очень хорошо на лице, никакой липкости нет, очень приятный аромат у этого праймера, такой конфетный, даже не чувствуется никаких зеленых листиков в этом праймере на самом деле, что очень здорово и странно, потому что немножко все-таки есть ожидание того, что ты почувствуешь этот аромат. И мы приступаем к нанесению теней с палетки Makeup Revolution с зелеными листиками. Сначала я хочу сделать макияж именно в зеленых тонах, потому что палетка сама напрашивается на это. На этом глазу мы будем делать макияж с праймером, на этом глазу без праймера, запоминайте. Я возьму оттенок Leaf, переводится как листок, и посмотрите, как тени пылятся. Они очень пигментированы, прям вау. Не уверена, что зеленый оттенок подходит для карри глаз. Теперь нам осталось только сделать так, чтобы уголок нашего глаза выглядел гораздо более затемненным, и для этого идеально подходит оттенок, который называется Plant или растение. Он темнее, чем прошлый, и это как раз таки то, что нам нужно, чтобы затемнить уголки наших глаз. Спаркл – это то, что является в этой палетке, на мой взгляд, очень привлекательным. Посмотрите на них. Goddess, but hybrid. Hybrid – это вообще просто бомбочка, мне кажется. По сути, это даже не спарклы, это склеенные блестки, то есть они не дают такого единого эффекта на веках. Макияж русалочка, вот так видится это. Ну что, ребят, вот так выглядит мой макияж с использованием только самых ярких оттенков. И вы знаете что? Я хочу вам показать, как выглядят гораздо менее яркие оттенки на глазах с использованием праймера от Nuxe. Проблема этих теней в том, что они у вас будут везде. Такой вот у нас получился зеленый макияж глаз. Для меня это немножко неестественно, поэтому я предлагаю вам сделать традиционные коричневые оттенки с небольшим золотым напылением, чтобы посмотреть вообще качество теней именно в коричневых оттенках, потому что я считаю, коричневый оттенок – это очень благородный и идет абсолютно всем, особенно карим глазам. И заодно мы попробуем с вами парочку других интересных вещей от Nuxe и от Vinkilux. Ну что, давайте сотрем это, чтобы уже быть свободны от этой зелени. Наверное, все-таки меня эта палетка не так зацепила. Я не знаю. Жалко стирать, но нужно. Сначала нанесем наше интересное и необычное средство от Vinkilux, которое говорит нам, что наша кожа станет настолько хорошей, насколько это возможно, супер натуральный эффект. При этом SPF 30 содержит в себе экстракты белого чая, а также гранаты. Но это нейтральный крем, это именно вуаль. Выдавливаем мы это все на мой спонжик. Так идет. Пахнет очень вкусно. И, надеюсь, его нужно спозже наносить. Давайте мы посмотрим, как же он будет на коже. Вау! Вы знаете, мне кажется, что это мой оттенок. Прям удивительный факт. Я угадала с оттенком, ребят. Ура! Только нанося на лицо этот крем, я понимаю, что, возможно, он слишком светлый или даже темный. Как-то непонятно. Потом, когда он смешивается с вашей кожей, вы понимаете, что он вообще-то нормальный. Чувствуется, что средство очень увлажняет кожу. Даже остается какой-то такой маслянистый след на моих руках также. Ну что, ребят, давайте сделаем уже наконец-то макияж обычными оттенками коричневыми. Нанесу праймер от Urban Decay на один из глаз. На другой я не нанесу его, чтобы посмотреть, как тени лежат с праймером лучше или хуже. На этот глаз мы нанесем праймер. На этот нет. Прям здесь такая зелень, это просто невозможно. Прям остается конкретный зеленый пигмент. Нанесем пудру на подглазную область, потому что тени могут осыпаться, кто знает. От Kat Von D. Да внешняя она у меня уже столько лежит. Я начну с оттенка Cool или прикольно, или прохладно. Можно по-разному. Посмотрим на осыпаемость. Конечно, это все пылится. Нанесем мы сначала это все на правый глаз наш. Или на левый, если вы смотрите с компьютера. Мне нравится очень оттенок этот. Сразу он не очень темный, не очень светлый. Им очень хорошо, естественно, делать контур у глаза вашего. Миндалевидную форму очень легко можно сделать этим. И давайте нанесем это на наш левый глаз, который у нас с праймером. Это страна, где у меня есть праймер. Тени легли гораздо лучше, прикольней. Я вижу пигмент гораздо лучше, чем на этом глазу. Такие вот у меня получаются очень красивые, шикарные затемнения. Я очень довольна результатом. Я считаю, что это прикольно. Сейчас к нам пришел. Тушь мы будем использовать от Nuxe. Эта тушь была очень давно на рынке уже. Может быть, года 3-4. Кто знает. Это не новинка. Это старинка. Кто-то говорит, что тушь просто бомбическая, что делает все, что нужно. Кто-то же говорит, что тушь никакая и вообще ничего хорошего в ней никто ничего не видит. Давайте посмотрим, делает ли она объем, который заявлен на упаковке. Потому что написано, что эта тушь делает объем настолько, что 95% женщин увидели изменения. Ресницы стоят как влитые. И, наверное, это здорово. Если у меня будет более спокойный макияж, конечно, они будут смотреться более натурально тоже. Один из последних штрихов – это брови. Мы их закрепим с помощью средства от Makeup Revolution. Тоже с зелеными листиками, с сативой этой. И, в общем, цвет этот у нас medium brown, что значит средний коричневый. На бровях у меня уже есть карандаш от Nabla. Он цвета Neptune. И он, ну, не очень прям супер-коричневый. Однако, я вижу, что этот гель, он дает хороший такой цвет. Ну что, брови закрепились очень даже хорошо. Я чувствую, что они стоят на месте. Никуда не будут они двигаться, передвигаться. И последнее, что у меня есть именно для лица сегодня – это румяна от Nuxe, которые у меня разбиты оказались. Я даже не вскрыла упаковку, когда покупала их. Очень благородный оттенок, как мне кажется. Он не красный, он не розовый. Он именно такой, знаете, ну, пыльная роза. Должен подходить абсолютно всем, потому что это очень нейтральный оттенок. Небольшая коррекция лица, чтобы сделать его чуть более таким узким. Я использую палетку, кстати говоря, вот Benefit. Такая базовая палетка. Да, она не бюджетная. Наш макияж почти подошел к концу. Только осталось помаду нанести на наши губки. Я приобрела помаду от бренда, о котором я раньше не слышала ни разу. Это американский бренд. Мне понравился этот бальзам. Исходит уход, пока у вас находится это средство на ваших губах. Это здорово. Самый последний шаг, который нам нужно сделать с вами прямо сейчас, это напшикать нашу кожу лица. Чтобы все это закрепилось на лице нашем. Мало ли мы идем на вечеринку сегодня. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Пахнет как парфюмерная композиция. Не могу сказать, что выраженный аромат зеленых листиков. Но, в общем, это приятно чувствуется на коже. Немножко попало на волосы. Это субстанция. И они стали как будто после лака более липкими. Средство обещает, что оно успокаивает кожу вашего лица после макияжа. Потому что компонент очень хорошо увлажняет вашу кожу. Ну что, ребят, вот такой вот у нас сегодня был обзор косметики с каннабисом. С зелеными листиками. Мы с вами сделали обзор на палетку от Makeup Revolution в таком зелено-коричневом оттенке. Мы сделали обзор на праймер, на средства для макияжа, закрепления его. Тушь, гель для бровей, стик и вуаль для создания легкого макияжа. Про праймер я сказала уже, да, наверное. В общем, что мне не понравилось из всего этого. Для меня неоднозначной, кажется, палетка эта. Потому что зеленые оттенки, они редко, как мне кажется, могут украсить девушку. Только если у вас зеленые глаза, возможно, да. Мне понравились коричневые сочетания оттенков. Оно просто здесь божественное. Очень красиво смотрится, очень мягкие оттенки, очень пигментированные. Классно растушевываются. Для меня, если бы эта палетка была бы без каннабиса, например, я бы ее вряд ли взяла, потому что такое сочетание оттенков у меня не мое. То есть я не люблю такие зеленые оттенки, какие-то кричащие. Поэтому маркетинг тут очень сыграл хорошую роль для того, чтобы продать им эти палетки. И в принципе 20 долларов за эту палетку не очень много. Но я не знаю, буду ли я ей пользоваться или я ее верну, потому что я не уверена в цветах этой палетки. Чуть не забыла то, что мы использовали для теней, как основа для именно спарклов. Мне эта штука понравилась. Я считаю, что есть ощущение того, что спаркл остается на месте. Гораздо более смотрится это все эффектно и гораздо более пигментированно. Что же касается средства для хорошего цвета кожи. Тут небольшая пигментация, именно это не тональный крем, я уже об этом сказала. Но здесь есть SPF 30. Мне это средство подошло 100%. По цвету полное попадание. В общем, я не знаю. Мне кажется, что это хорошее средство, если у вас очень хорошая кожа. Если у вас кожа идеальная, если у вас нет ни одного прыщика, ни одного покраснения, то это средство вам подойдет 100%. И вы будете очень удивлены качеством и то, как это все ложится на кожу. Средство для бровей мне понравилось. Оно не очень темное. Прикольная упаковка. Очень такая базовая хорошая кисточка. Но не больше. То есть упаковка прикольная. Серия с каннабисом. Я не уверена, насколько каннабис в данном случае поможет вашим бровям как-то выглядеть лучше или хуже. Но, кто знает, упаковка мне все равно нравится. И она была не очень дорогим. Что-то вроде там 8 долларов. То есть я думаю, это стоит того. Тем более, тут очень даже такой хороший объем. Дальше. Тушь от Nuxe. Мне понравилась. Я считаю, что эта тушь, если к ней привыкнуть, если привыкнуть к тому, как кисточка, как вы чувствуете кисточку, когда вы пытаетесь накрасить ваши ресницы. Если вы привыкнете к ней, то вам эта тушь даст очень хороший эффект таких накладных, объемных, хороших ресничек. В общем, за свою цену, сколько она стоила там, 12-13 долларов. Это очень даже хороший вариант. Но все равно щеточка достаточно жесткая. И это достаточно все-таки большой минус для этой туши. Дальше. Палетка теней, которая у меня была вся просто разбита. Мне понравился цвет. Я считаю, что он необычный. Если, наверное, я поменяю ее, если я верну ее, я, скорее всего, даже возьму эту же самую палетку, потому что мне нравится текстура. Текстура просто шикарная. Она не сухая. Она именно кремово-сухая. То есть это здорово смотрится на щечках. Бальзам для губ мне понравился. Я считаю, что за свою цену он делает свою работу. И тут достаточно много продукта. Никакой липкости не ощущается на губах. И это очень круто. И последнее, о чем я забыла сказать, это праймер от NUX с каннабисом тоже. Я считаю, что это интересный продукт. Он никакой не силиконовый. То есть ничего не чувствуется ни натурального в этом праймере. И, в общем, питание кожи, увлажнение, все это есть. Плюс блеск. То есть я считаю, что лучше купить праймер с маслом каннабиса. И чтобы вы знали, что, ага, у меня натуральные есть вещички в моем праймере. Не просто какие-то там силиконы и что-то непонятное. А если это масло каннабиса, почему нет? Это дополнительный уход за кожей, когда у вас макияж есть на вашем лице. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне будет очень приятно. Надеюсь, что вы меня поддержите в моих начинаниях. В плане именно бьюти-блогинга. Это мой самый первый обзор в жизни. И я надеюсь, что это было не очень плохо. Так что не судите строго. Ну а я с вами не прощаюсь, ребят. Еще увидимся. Всем пока.